Человек, как известно, на 85% состоит из воды. И лучше других это знают спортсмены, чьи тренировки не обходятся без живительной влаги. Казалось бы, обычным людям так скрупулезно подходить к вопросу водного баланса не обязательно. Однако этот юный атлет немногим отличается от своих сверстников, которые устраивают спринтерские забеги на большой перемене. Для растущего организма очень важно соблюдать питьевой режим. Для школьников младших классов суточная норма составляет порядка полутора-двух литров в день. Для более старших школьников, а также студентов эта норма возрастает до 2,5 литров. Нехватка жидкости в организме часто маскируется голодом. Поэтому, если вам кажется, что вы голодны, просто вспомните. А когда вы в последний раз пили стакан чистой прозрачной воды? Эту воду, можно сказать, производит сама природа. Добывают ее из артезианских скважин глубиной от 220 метров. Для очистки используют фильтры и ультрафиолет, максимально сохраняя макроэлементный состав, полезный для человека. Кстати, в питьевой воде он такой, что употреблять ее можно столько, сколько хочется. В отличие от минеральной, которая, по сути, лекарства и требует строгого соблюдения дозировки. Нужен определенный баланс. То есть, грубо говоря, не объедаться. То же самое и по воде касается. Если она обогащена определенным количеством элементов, которых больше, чем просто в питьевой воде. Соответственно, вы ее потребляете с какой-то целью, чтобы что-то улучшить. Если вам это рекомендуется, это потребление. Когда большое количество, то это уже может приносить вред, чем какую-то пользу. Вредно, конечно, и перегружать портфель ученика лишним весом, где и так тяжесть гранита науке. Поэтому важно подобрать удобный формат упаковки 0,5 или 0,7 литра с крышкой SportLock для тех, у кого пока еще вся жизнь на бегу. Продолжение следует...